Добрый день! Сегодня мы рассмотрим некоторые возможности самопомощи или помощи своим близким, используя простые и достаточно эффективные упражнения. Они похожи на те техники, которые выполняет пустопаты, работая с напряжениями в брюсной полости, с напряжениями, которые достаточно коварны. Они коварны тем, что они не проявляют себя болями или какими-то симптомами в области брюшной полости, а проявляют себя совсем в других местах. Напряжения, которые возникают здесь в глубине брюшной полости на уровне париэтальной и висцеральной брюшины, могут переходить вверх и приводить к ограничению плеча и проявляться как боли в плече или плече-лопаточный периартрит. Они могут приводить к тому, что возникает повышенная подвижность поясничных позвонков и со временем позвонки входят в повреждения в виде поясничных болей или возникновения межпозвоночных грыз. Они могут привлекать сюда кровь, кровь, которая циркулирует по всему организму и может проявляться ее недостаток, как головные боли, которые реагируют на перепады атмосферного давления, на психоэмоциональные нагрузки, на стрессы и так далее, и так далее, и так далее. Они могут приводить к нарушению функции кишечника, могут приводить к нарушению функции репродуктивной системы у женщин. Мои французские коллеги-остеопаты, ссылаясь на французских патологоанатомов и анатомов, говорят, что у женщин в возрасте 25-55 лет, у 70% есть напряжение в животе, которое приводит к тем или другим симптомам, и которое очень-очень коварно. Коварно тем, что проявляет себя не в этой области, а проявляет себя в разных областях тела, в разных симптомах. И бедные пациенты ходят по большому количеству врачам, по большим количествам кабинетов, сдают много анализов, делают исследования, их лечат, 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 лечат. А причина абсолютно в другом месте, о которой мало кто думает. Сейчас мы дадим вам возможность проверить, если у вас такие напряжения, и дадим возможность с ними работать. Один из первых проявлений напряжения, что когда мячик начинает глубоко входить в живот, под собственным весом могут возникнуть сильные-сильные боли. И если эти боли отдают в мечевидный отросток в эпигастральную область, это 100% спайки, которые проявят себя, обязательно проявят себя, но проявят абсолютно в других местах, чем в той области, где они существуют. Эти спайки нельзя убрать, можно уменьшить их натяжение, сделать меньше, и тогда они перестанут собирать в себе кровь, собирать в себе жидкости и вызывать натяжение и проблемы других областей. Все очень-очень просто, достаточно просто. Даю я это для своих пациентов, которые ходят к нам в клинику, лечатся, чтобы не тратить много времени на объяснение им простого эффективного упражнения. Вот мы записываем в записи и с этой записью можно работать дома, выполняя ежедневно простые упражнения и тратить времени максимум 2-3 минуты. Перед тем, как выполнять какие-то либо техники и тесты на брюшной ополости. Неплохо бы сделать маленькие тесты, которые покажут, как брюшная ополость влияет на ваши конечности, на шейный отдел позвоночника, на таз. Перед тем, как начать, можно подойти к стене, встать к стене, поясницу прижать к стене и повернуть голову влево и вправо и посмотреть, какая свобода движения головы влево и вправо. Оценить, запомнить, насколько свободно голова поворачивается влево, насколько движение головы свободно вправо. При этом при движении головы ни лопатки, ни плечи, ни поясницы не должны делать никаких движений. Движение очень небольшое для того, чтобы вы могли его запомнить и впоследствии оценить, насколько брюшная полость расслабила вам шею. Движение шеи и связь брюшной полостью. Дальше лечь на спину, можно на топчана. И посмотреть, как сустав отводится в одну сторону и как сустав отводится в другую сторону. Вот так. У Тони великолепно отводится и влево и вправо. Но мы немножко смонтируем. Мы будем предполагать то, что правая полностью отводится, а левая ограничена в движении. Вот так. У Тони нет, но у кого-то вы увидите такую ситуацию, то что левый не отводится. Эти два теста запомните для себя, в голове уложите и они должны после правильной работы на брюшной полости как-то измениться. Насколько они изменятся, это не так важно. Важно, чтобы были какие-то изменения. Упражнения, которые мы выполняем, они достаточно простые, достаточно комфортные и для того, кто выполняет, и для тех, кто наблюдает. Мячик. Мячик волейбольный. Размер подходит. Мячик надут не полностью, чуть-чуть сдут. Мягкий. Укладываем мячик по средней линии живота, ниже пупка. Ложимся на него и будем выполнять по моей команде небольшие движения. Тоня берет мячик, ложится. Мячик ниже пупка. Пупка. Обязательно ниже пупка. Не ложимся полностью. Ноги расслаблены и очень медленно начинаем расслаблять руки, чтобы мячик начал входить вглубь внутрь. Очень-очень мягко. Не торопиться. Не должно быть очень сильно неприятных ощущений. Мячик вошел вглубь и сделать небольшие покачивающие движения, чтобы тело не смещалось в сторону головы и в сторону таза. Очень маленькие движения. Движение идет в глубине. И на фоне этого движения надо почувствовать натяжение в прямой кишке. Это натяжение хорошо ощущается в области промежности. Движение еще более медленное. Движения идут в глубине. В глубине ни кожи, ни подкожная клетчатка, ни мышцы не смещаются. Создается ощущение, что нет смещения тела. Смотрим и выбираем то движение, которое свободно. И запоминаем его. Это движение может быть в сторону головы. Это движение может быть в сторону крестца и стоп. Когда определили, начинаем выполнять движение влево и вправо. Небольшое смещение таза влево и вправо. Доходим, идем влево. Остановились. Возвращаемся к центральной линии. Остановились. И вправо. Движение идет в горизонтальной плоскости. Определить для себя, какое движение более свободное. И есть ли болевые ощущения. Если есть болевые ощущения, это большой процент то, что спайки. Если болевые ощущения резко выражены, резко выражены и куда-то отдают, это 100%. Есть спаечный процесс, который не проявлен до какого-то момента. Приподнимаемся. И осмотрим. И делаем то же самое. Только устанавливаем мячик в повдошную область слева. Эту область ниже пупка. Ближе к повдошной кости. Расслабляемся, чтобы мячик вошел в мягкие ткани. И выполняем то же самое. Крест выполняем в цифалическом, в каудальном направлении. Или голове к стопам. Влево, вправо. Не торопитесь, чтобы мячик вошел как можно глубже. И вы почувствуете глубину движения. Не поверхностное, а глубокое. Куда легче идет, Тоня. В сторону стоп. Запомнить. И посмотреть влево или вправо. Небольшое движение влево. Остановиться. Вправо. Вернуться в исходное положение. А здесь немножко неправильно делает Тоня. Потому что движение мы видим. Движение идет не совсем в глубине. Мячик не дошел до глубоких-глубоких мышц, которые находятся на уровне позвоночника. Расслабить брюшной пресс. Расслабиться. И попробовать, чтобы мячик входил как можно глубже, глубже, глубже. Достаточно времени для вхождения мячика в глубину. Смысл не на поверхности смещать кожу, а именно, чтобы в глубине было движение. Глубокое движение. Почему? Потому что паритальная брюшина находится достаточно глубоко. Ошибка двигать мягкими тканями. Сделали крест. Определили более свободное движение. Встать. И смещаем мячик в правую подвздошную область на уровне подвздошных костей. Только справа. Это самая наиболее частая область, в которой есть какие-то напряжения. Напряжение спарик. Наиболее часто она болезненная. На нее обратить внимание. И вхождение мячика очень-очень медленное. Не торопиться, чтобы вес тела, надавливая на мячик, позволял мячику входить глубже, глубже, глубже. Могут появиться боли. Боли могут быть очень сильные боли. Это характерно для спаек, которые не проявлены. Значит, работайте с учетом болей. С таким уровнем, насколько вы можете выдерживать. Французские коллеги-остеопаты, когда работают сами руками, по этому же принципу, работают через сильную боль. И когда говорят, что остеопатия безболезненна, это неправда, это неверно. При работе на спайках возникают боли и боли очень-очень сильные. Эта область наиболее провокационная. В этой области наиболее часто выявляются болевые явления и часто выявляются спайки. Если эти спайки начнут подтягивать к верху ткани, то со временем возникает напряжение на желчном пузыре. И вот вам дорога к холециститу, к желчекаменной болезни и проблемам с желчным пузырем. И часто вы увидите, что расслабив подвздошную область, проблемы с желчным пузырем начинают уходить. Также здесь посмотрели движение креста вверх, вниз, влево, вправо. И нашли два направления наиболее свободных. К голове или к стопам, влево или вправо. Еще меньше движения, еще меньше движения, но чтобы оно было в глубине. Когда нашли свободное движение, то переходим к выполнению техники. Начинаем справа. Почему? Да, справа, потому что эта область наиболее имеет жесткие напряжения, которые могут организовать вокруг себя другие-другие ткани. И идем более в свободном движении. У Тони более свободное в цифолическое движение. Идем в этом движении и ждем. Ждем какого-то момента, когда почувствуют, что ткани начали расслабляться. Для каждого это будет свой момент. Для одних это резкое расслабление, для других какая-то пульсация, для третьих выталкивание мячика или еще что-то. Каждый определил для себя момент, то, что пошло расслабление. Это может занять какое-то время. После расслабления боли, как правило, могут уменьшаться, если есть, во время выполнения техники. Дальше из этого положения идем в противоположное направление, а в сторону копчика, креста. Доходим до какого-то сопротивления. Как будто вы толкаете дверь, а она закрыта. Это не сильно должно усилить болезненные ощущения. Просто какое-то препятствие. Фокусируйте свое внимание на мячике, на этом препятствии и ждете. Ваше внимание, фокус вашего внимания уже будет самостоятельной техникой. Привлеките внимание. Придет жидкость, придет кровь, и она начнет выполнять работу. И в какой-то момент вы почувствуете, что сопротивление двери ушло. И вы как бы проваливаетесь. Если были болевые ощущения, то они начинают резко уменьшаться. И открывается пространство, появляется свобода. После этого выходите в центральное положение и идете влево, так как влево было более свободно, чем вправо. Доходите, ждете. Фокусируйте внимание снова в мячик и ждете какое-то расслабление. После появления расслабления смещаетесь к центральной линии и идете вправо, куда хуже мячик шел. Доходите до закрытой двери и ждете, наблюдаете. Не будете активно никаких выполнять движения. Уже ваше наблюдение есть в выполнении техник. Вы присутствуете, вы наблюдаете, вы оцениваете. И в какой-то момент сопротивление двери резко уходит, прекращается. И вы чувствуете, что можете вправо еще совершить движение. Выходите к центральной линии. Выходите к центральной линии, встаете и смещаете мячик на центральную линию ниже пупка. Это будет второе положение мячика, второе положение. И выполняете все то же самое, что делали для правой подвздошной области. Идете в свободное движение или в сторону головы, или в сторону крестца вначале. Вдете расслабление. Идете в обратное направление. Вдете расслабление. К центральной линии. Влево, вправо. Вдете расслабление. А каждый этап будет занимать какое-то время. Потратьте это время. Помните, что с каждым днем выполнения техник, техника будет проходить быстрее, быстрее и быстрее. И третья позиция. Уже левая подвздошная кость. Выполняем то же самое. Крест. Управление креста. Обязательно, чтобы было ниже пупка, потому что выше пупка проходит брюшная аорта. И на первых порах компрессия не очень желательна, когда вы еще не научились выполнять это упражнение. То же самое делаем крест. Идем более в свободном направлении в цифалическом или голове. Если более свободное направление, каудальное, значит начинаем с каудального. Меняем параметры. И потом влево, вправо. А все как для правой подвздошной области. Когда получили расслабление, а встаете. И обязательно выполняете ретест. Чтобы посмотреть, насколько ваше тело отреагировало на выполнение данных техник. Мы выполнили работу. И теперь неплохо сделать ретесты. Посмотреть, что изменилось. Насколько работа на спаечных процессах или напряжениях брюшной полости изменила движение шеи и изменила движение тазобедренных суставов. Мы просим обратно Атонию встать. Повернуть голову влево, не двигая лопатками. Повернуть голову вправо. И что дальше сделать? Сказать, ой, как у меня изменилось движение головы. У меня движение головы стало полностью здесь поворачиваться. И намного лучше стало меняться здесь. Это то, что может произойти по ощущениям у тех, у кого ограничение движения головы будет связано с напряжениями брюшной полости. Будут такие люди, для кого это будет явно, для кого это будет менее явно. Будут и те, для кого такой связи не будет образовываться. Потом лечь на спину. И посмотреть, как тазобедренные суставы после выполнения техники стали отводиться. Отводим правый. Отлично. Он отлично и отводился. Отводим левый. И вдруг Тоня кричит. Ой, у меня же не отводился сустав. А теперь стал отводиться полностью. Будут такие, у кого мало изменится отведение. Будут такие, у кого произойдет чудо для них. Чудо. Я не увидел, что сустав, который много лет не отводился, вдруг стал, не стал ни сего выполнять полную амплитуду движения отведения. Разные случаи, разные нарушения, разные причины. Для кого-то это будет спасение от многих заболеваний. А для тех, у кого мало каких-то есть нарушений, эффект будет незначительный. Упражнение можно выполнять здесь. Здесь выполнять его легче. Так как живот расслабляется в таком положении и выполнять легче. Можно выполнять. Пол должен быть так же, как в нашем новом центре, чистым, красивым, удобным для того, чтобы было лежать. Посмотрите, какие у нас полы в нашем кабинете. Это небольшая реклама нашего центра, который находится на Парнасе. Приходите, и вы увидите замечательные полы, которые есть в нашем центре. Спасибо Тоне. Порекомендуем ей выполнять эти упражнения каждый день с одним днем перерыва, а в течение месяца. Перерыв по воскресеньям или по субботам. Время выполнения небольшое, недлительное. Не надо фанатизма. Не надо очень-очень стараться. Если будете сильно стараться, то могут возникнуть боли в пояснице. Выполняйте. Выполняйте аккуратно, но регулярно. И будут те, у кого эти упражнения оккупируют боли в поясничном отделе. Будут те, у кого пройдут головные боли. Будут те, кто перестанет реагировать на атмосферное давление, перепады атмосферного давления. Будут те, у кого вегетативные проявления сердцебиения и так далее, тоже будут уходить. Будут те, у кого будут лучше двигаться суставы. Простое упражнение. Оно вызывает недоумение. Но для некоторых это будет спасение от многих-многих проблем. Спасибо. Тоня, спасибо. Мы продолжим серию упражнений дальше. Будьте на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok